Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. Порядки все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Патрунице. Вижу, аж кема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними, посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристу. Какие вот дела у нас. Привет, друзья. Мы идем в школу. Вот мои внуки. Идет бабуля с ними, посмотреть, где учатся мои внуки. Дэми. Идем на автобус. Хочу посмотреть, где мои дети учатся. Ирмочку договориться, может, получится ее впихнуть в эту школу. Такие дела. Бежим, спешим, спешим. Встала пол седьмого. Мария уже взрослая у меня. Мария взрослая у меня. Бабуля им косички заплела. А вот эта хулиганка, в которой выросли какие. Республиканская больница. И вот здесь надо стоять, ждать их автобус. Восемь часов еще нет, друзья. Так рано начинается утро у моих внуков. В каком красивом месте находится школа моих внуков. Посмотрите, сколько зелени. Какая красота. Внутри какой садик. Просто обалдеть. Ирмочка где-то потеряла заколку. И мы ждем сейчас зауча. Собачки. Площадка такая. Все так классно. Красиво. Посмотрите. Ирма, иди сюда. Ко мне, иди сюда. Хотим какую-то взять, найти веревочку, чтобы ей косичку сделать. Потирала заколку, как мне вовремя. Вы знаете, она опоздала у меня в школу. Так как дочка только Кесарева сделала. Было, оказывается, собеседование. И вот ребенок остался на улице. Сейчас буду просить. Не знаю как. Смотрите, как красиво. Иди, бабуля, волосики сделает тебе. Короче, вот такие дела у нас. Красотища такая. Посмотрите, как те дети боючатся. У Марии в классе 10 детей. У Деми там меньше. Деми как хвалят. Какой умный мальчик. Какой вообще. Мария хулиганка. А какие красивые цветы. Вы видите, друзья мои. Какая красота здесь. Просто обалдеть. Обалдеть. Иди сюда, Ирма. Такая площадка здесь классная. Собачки. Играются. Бабуля всегда найдет выход. Вон сделала из них веревочек. Из растений. Иди сюда. Сюда иди. Иди сюда, моя девочка. Бабуля как придумала. Так красиво здесь. Такие доброжелательные все. Какая красота. Смотрите, какой лес. Такая Грузия красивая. Вся в зелени. Покажу вам красоту. Боже, как красиво. Как красиво. Бабуля, иди сюда ко мне. Иди сюда ко мне сейчас. Иди. В общем, моя внучечка. Иди сюда, посмотри, как красиво. Моя внучечка ответила там на вопросы все и задали. Как красиво. Бебу, нахай, бебу. Какая красота. Вот она есть. Не видишь цветочки? Закрыто здесь нельзя. Дай ручку бабуле. Дай. Дай бабуле ручку, чтобы не упала. Смотрите, как красиво, друзья мои. Интересно, как попасть в эту резиденцию. Красотища. Куда мы попали? Видите, канатная дорога. Мы заблудились. Мабуль, походу, мы заблудились, да? Да, мы с тобой заблудились. Она. С Ирмочкой возвращаемся пешком до маршрутки. Посмотрите, какие здесь красивые могилы, кладбища. Да, сейчас, может, не нужно показывать, но просто покажу, какие здесь дворцы строят для покойных. Такое огромное кладбище. Видите? Нет, это не кладбище. Это, которое умерло. Это что? Это, которое умерло. Ну, кладбище их. Такие памятники с мара-мара. Погода, обещали, дождь, но... Видите? Вот так вот мы в такой красоте находимся. Идем на маршрутку с Ирмочкой. Руссо-туристу, турко-туристу. Посмотрите на этого. Туристу. Интересно, вершин? Я сегодня как начала ходить с утра, так и до сих пор хожу. Заканчиваю свои дела какие-то. Банк пошли, наш перерыв оказывался. И решили прогуляться. Увидели магазин Виктории Секрет. Такие цены, блин! У меня до сих пор белье Виктории Секрет наверное, лет 10 уже нашел. Как новые. И поэтому мой муж, когда перевел это на турецкие лиры, говорит, тысяча кладбище стоят. И чего? Мы сейчас на площади, ждем пока перерыв закончится. И будем гулять и гулять еще. В 5 часов у нас зубной у мужа. А сегодня еще я, Ирмочку, входила же в ту школу, сказали нет места, отнесли документы на платную гимназию. И на обратном пути сошли, зубки почистили. Вот такие вот дела у нас. Всем доброе утро! Бабуля на связи. Отвела двоих, сейчас третьего. Друзья мои, у меня так проходит день, я хожу в среднем. Я загрузила шагомер на телефон. Около 12,5 тысяч шагов. И вот с утра уже я хожу, хожу, 8 часов. Немножко покушаю, не знаю. Вчера так захотелось на ночь вафлей покушать. Какие у нас сегодня планы? Посмотрите, погода опять. Дождь был, но слава Богу, что нет таких проливных ливней, как было когда-то, как всегда есть. Я надеюсь, что будет какая-то погода. Вчера мужа водила к стоматологу. У него таких, таких особых проблем нету. Ну, на данный момент там что-то серьезно делать, у нас нет времени. Мои еще не готовы, вот, мосты. Я с 22-го, наверное, делаю, да? Когда я приехала. Вчера делала примерку, что-то не... что-то было не то. И вот опять сказали, надо ждать. Завтра посмотрим, как будут готовы они или нет. Ну, вот так вот мы и бегаем, да? Стараюсь по возможности публиковать видео, потому что такая вся, вся в делах, вся в делах, мои дорогие. И хочу ответить всем. Многие задают один и тот же вопрос. Я решила ответить его вам здесь. Многие из вас интересуются и беспокоятся за этих троих внуков моих, за маму мою. Живут они с мамой. Да, они живут с мамой. Тяжело. Они переехали тогда из Ланчхоты и живут вместе с мамой. Я еще раз говорю, я не хочу рассказывать историю моей дочери. Счастливую, несчастную, не знаю какую. Это не в моих планах, но им здесь с мамой хорошо. Почему? Потому что у них все здесь вокруг, и близко, и рядом. И автобус, и они целый день в школе находятся дети. Так что вы не переживайте. Все хорошо, все под контролем. И они маме дают жизнь. Вы не представляете. Я смотрю мамы на подружки, которые ее возраст старше, а их уже нет живых. Дети, я вот думаю постоянно над этим. И я убеждаюсь в том, что дети ей дают жизнь. 78 лет. Да, это немалый срок. Но вот эти вот создания дают ей жизнь. Может быть, может быть, когда-нибудь, когда-нибудь. Может, я вам расскажу эту историю на весь мир. все подробности, все. Но не сейчас. Мне тоже нелегко, мне тоже больно. Много какие-то моменты. Я вот первый раз вам это все говорю, но я не имею права и не хочу, потому что за одним вопросом появится 100 вопросов. Я не хочу в этом своем блоге обсуждать что-то судьбу. У каждого своя судьба. Да, иногда хочется выплакаться, поплакаться. Тяжело бывает, как матери мне. Иногда мы с дочерью очень не понимаем друг друга. То есть я ее не понимаю. Но это моя материнская боль. И об этом я не хочу говорить. Моя миссия заключается в том, чтобы сделать вот этих деток счастливыми. И я стараюсь вот так вот. Я стараюсь дарить им счастье и работать для них, и жить для них. Детей я уже вырастила. Дети неблагодарные дети, как у многих вас, да? Но вот такие создания они нам дают, наши дети. Мы должны быть счастливы, что мы можем подарить им все, что они хотят, по возможности. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Субтитры создавал DimaTorzok